Фонд Джеймса Рэнди известен прежде всего своим челленджем на миллион долларов. Приз предназначался тому, кто сможет продемонстрировать оккультные или паранормальные способности при согласованных условиях тестирования. Среди них точная формулировка своих способностей, регламент проверки с очевидным результатом, который не требовал бы участия жюри, предварительное тестирование для согласования деталей. Проверяли лозоходцев, медиумов и других просветленных. Поначалу в 1964-м Рэнди объявил ставку в одну тысячу долларов, позже увеличил ее до десяти собственных тысяч. А приз в миллион долларов выделил в 96-м друг Рэнди, пионер интернета Рик Адамс. За все время ни одного победителя конкурса не обнаружилось, хотя было подано около тысячи заявок. Сам Джеймс Рэнди был, можно сказать, воинствующим разоблачителем мистификации. В детстве после аварии больше года он провел в гипсе и увлекся чтением книг по колдовству. В 17 бросил школу и пошел работать фокусником. Говорят, что публичное разоблачение трюка пастора с якобы чтением мыслей прихожан стоило ему четырехчасового тюремного заключения. С тех пор он стал научным скептиком, но карьеру иллюзиониста не бросил. В 28 лет он побил рекорд легендарного Гарри Гудини и провел в запечатанном гробу в бассейне 104 минуты. Разоблачал трюки сгибателя ложек Ури Гейллера. Тот подал на Рэнди в суд и в итоге проиграл, но при этом сильно потрепал финансы своего разоблачителя. В 2015-м, в 87 лет, Рэнди вышел из фонда, а фонд объявил о прекращении челленджа. Хайпа на ноунеймах не заработать, а известные экстрасенсы на проверку не спешили. В том же году в России было объявлено создание премии Гарри Гудини в 2 миллиона, но уже рублей. Примерно с теми же условиями. Приз пока не вручен. Никто из кандидатов даже не смог преодолеть стадию тестирования. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok